На нашей планете сегодня живет 7 миллиардов людей. Наличие чистого воздуха является непременным условием для жизни человека и всего живого на Земле. По данным статистики в 2010 году в мире зарегистрирован 1 миллиард автомобилей. Если предположить, что 7-минутно в движении находится только один из десяти автомобилей, то 1 миллиард литров топлива расходуется только автомобильными двигателями за один час. Основным двигателем современного автомобиля является двигатель внутреннего сгорания, рабочим телом и источником энергии которого является топливо-воздушная смесь. В топливо-воздушной смеси на 1 литр топлива расходуется 14 кубических метров воздуха. Это значит, что за один час только автомобильные двигатели внутреннего сгорания расходуют 14 миллиардов кубических метров чистого воздуха. Это миллионный город, жители которого буквально в одной части лишили чистого воздуха, заменив его отработавшими газами. Удивительно, но КПД самого совершенного на сегодня двигателя внутреннего сгорания не превышает 30%. Кроме этого, идя навстречу требованиям экологичности, конструкторы оснастили автомобиль самым бесполезным и даже вредным с технической точки зрения изделием каталитическим нейтрализатором отработавших газов. Это устройство не просто снижает общий КПД двигателя, усложняет и удорожает его конструкцию, но и бесполезно дожигает недогоревшего топлива в выпускной системе. С 50-х годов 20-го века во всем мире активно велись поиски и разработки добавок в углеводородное топливо для обеспечения наиболее полного эффективного сгорания всех его фракций в рабочей зоне цилиндра при оптимальных температурах и давлении. В результате был создан новый класс топливных добавок – катализаторы горения топлива. Тот, кто уже применяет продукт, смог на собственном опыте убедиться в его эффективности. Попробуем разобраться в деталях происходящих процессов на основе современных теорий двигателя внутреннего сгорания и теории горения органического топлива. Начнем с самого заметного эффекта – увеличения мощности и крутящих моментов на средних и низких оборотах. Рассмотрим 4-х тактный поршневой бензиновый двигатель внутреннего сгорания и индикаторную диаграмму зависимости давления в камере сгорания от угла поворота коленчатого вала в процессе тактов сжатия и рабочего хода. На текущих диаграммах показано, как важно правильно подобрать момент зажигания для того, чтобы обеспечить рост давления газов в наиболее эффективной фазе поворота коленчатого вала. Теперь рассмотрим, как изменяется форма диаграммы при использовании топлива с катализатором горения. Диаграмма красного цвета. Почему изменилось положение кривой? Состав катализатора горения топлива подобран таким образом, чтобы удержать избыток кислорода в составе топливовоздушной смеси в начальной фазе горения, когда угол поворота коленчатого вала близок к нулю и работа давления газов также равна нулю. И отдать запас кислорода тяжелым фракциям на фазе дожига, когда угол поворота коленчатого вала обеспечивает создание максимального крутящего момента коленчатого вала. На диаграмме видно снижение давления газов в верхней мертвой точке, когда нет полезной работы, и прирост давления при фазах 20-30 градусов, когда полезная составляющая силы давления газов максимальна. Второй заметный эффект при использовании катализаторов горения топлива – это снижение шума и вибраций при работе двигателя. По расчетам специалистов, величина давления на поршень в начале рабочего хода составляет около 10 тонн, поэтому любое снижение нагрузок в этой фазе приведет к снижению шума всех деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Кроме этого, оптимизация процесса воспламенения и начальной фазы горения за счет регулирования расхода окислителя при использовании катализаторов горения топлива снижает флуктуацию – разброс мощности каждого цикла при прочих равных условиях работы ДВС. Именно поэтому ощутимо снижается уровень вибраций двигателя. Эффект экономии при применении катализаторов горения связан с более полным использованием энергии топлива. Снижение вредных выбросов обусловлено, во-первых, тем, что в период фазы дожига тяжелых углеводородных фракций в зоне горения катализатором сохранены запасы окислителя. Во-вторых, каталитические активные напыления камеры сгорания обеспечивают более полное выгорание топлива-воздушной смеси в пристенных слоях. Без катализатора горения топливо в этих слоях не воспламенялось из-за низкой температуры и, конденсируясь на стенках цилиндров, особенно холодного двигателя, смывало масляную пленку, приводя к повышенному износу деталей цилиндра поршневой группы. И третий фактор. Благодаря нормированному расходу окислителя в начальной фазе горения снижается максимальная температура в камере сгорания и, как следствие, уменьшается количество окисленного азота, процесс окисления которого начинается при температурах выше 1300 градусов по Цельсию. Теперь представьте себе, что все автомобили в мире стали использовать топливо с катализатором горения. Каждый автомобиль сберегает более 10 кубических метров чистого воздуха в час. Умножьте это на миллиард. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok